Тут хоть английский где-то есть. Так, какие наши действия? Это было супер быстро! Я даже рюкзак с ним... О, смотри! Он по Шанхаю едет 346. Ребяшки, приветствуем вас в Шанхае! Сегодня мы посмотрим самый быстрый в мире регулярный рельсовый поезд. Почему рельсовый? Потому что, да, есть Маглев, но это поезд на магнитной подушке. И есть еще, это может быть Второй вопрос, который у вас возникнет. Японский Шинкансен. Он на 25 километров в час медленнее. Китайский Фусин – это самый быстрый регулярный поезд в мире. Погнали! Гляньте, какая красота! Все поезда скоростные. Вот там вот внизу начинается Пекин-Шанхайская высокоскоростная железная дорога. Ее построили, внимание, всего за два с половиной года. Да, вот всю вот эту трассу, в том числе 22 туннеля. Это самая высокоскоростная линия поездов в мире. Есть три варианта покупки билетов на китайские поезда. Первый – это онлайн. Есть китайский онлайн, есть англоязычный онлайн. Мы пользовались именно им, но ничего советовать не будем. Лучше посмотрите все сами, загуглите. Есть ticket machines. Но тут у вас могут возникнуть некоторые вопросы, потому что часто банковские карты, обычно банковские карты, допустим, российские автоматы не принимают. И третье – это кассы вокзала. Но в любом случае, если вы купили билет даже в онлайне, его нужно получить в кассах вокзала, куда мы сейчас и пойдем. И это может быть проблемой, потому что на английском они говорить не любят. Тут все по принципу аэропорта. Вот там вот есть, вот, большой табло. Ищите свой поезд. У нас это поезд до Пекина. И там написано, куда идти чекиниться. То есть, как в аэропорту. У нас чекин номер один. Это вот туда вот. Can we get tickets? Пойдемте. У нас есть номер заказа, есть паспорта. Yes, ok? Это было супер быстро. Круто. А вот дядька, дядька не может получить билеты. И он даже не знает, почему не может получить билеты. Это нормально здесь. Фантастика просто. Сегодня понедельник, 3 часа дня. Это не час пик, это не выходные, когда китайцы много путешествуют между городами. Просто народу столько. И это все было построено, чтобы разгрузить уже действующий пассажиропоток. 100 миллионов пассажиров перевозит только Шанхай-Пекинская магистраль. Поезда в час пик отправляются каждые 3 минуты. Ребятки, вот он, G16. Поезд FUSIN. Это самый быстрый регулярный коммерческий поезд в мире. Надпись CR, вот это вот China Railway. China Railway, между прочим, типа нашего RGD. Интересный факт, они уже построили 22 тысячи скоростных рельс. То есть поезд ходит не просто Шанхай-Пекин, Пекин-Шанхай, такой, типа крутой. Он ходит по всей стране. Это удлиненный состав, 16 вагонов, стандартный состав, 8 вагонов. Длина этого состава, удлиненного, 420 метров. Он вмещает 1283 пассажира. Наш 12 вагон, места у окна. Заходим. Ах, прохладно. Ребеночки, поезд отправляется. 4 часа 28 минут до Пекина. Зашли в вагон одни из последних. И вот места для чемодана сверху уже нет. Так что, если хотите разметить свою барахлишку наверху, лучше заходить одним из первых. Все как в самолете. Ходит специальная женщина, запихивает чемоданы туда подальше. Скорость уже 263. Мы едем только 5 минут, даже меньше. Но на скорости 350. Если какой-нибудь чемодан свалится, неприятно. Она вот их запихивает. Смотрит, чтобы все лежало хорошо. 346. Мы едем 10 минут. Мы еще едем по городу. Вон по Шанхаю едет 346. Прям по городу. Не где-то на специальной длинной трассе. Еще интересный факт. Как думаете, как работает сотовая связь на скорости 350? Наверное, так себе, да? ЛТЕ 5 палок. Как нечего делать? Вот тебе и скоростные поезда. Как устроено самое дешевое, самое простое место эконом-класса в высокоскоростном поезде Кусинка. У нас место не самое клевое. Тут стена. Тем не менее, часть окошка есть. Есть такая вот полочка. Можно телефон положить по УПРу нашу. Но все тут в основном бутылочки свои ставят. Есть шторка. Очень много места. Все. Для коленей есть столик. Можно покушать. Поднимается, открывается. И самое интересное, конечно, розетки. И две штуки. Одна европейская, другая китайская. Вот здесь вот так же один USB. Сидеть очень комфортно. То есть 4 часа здесь вообще не проблема. Это самое дешевое место считается. Туалет. Есть классика. Классика очень чистая, аккуратная. Два года поезду. Но так все прям очень-очень пристойно. Женщина. Внимание. Чипсы. Есть классика. А есть китайская классика, ребята. Смотрите, это официально. Раковина. Ну-ка. О, пардон. Мадам. 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 В создании этого поезда China Railways и конструкторам помогали почти все компании, которые топовые. Это Кавасаки. Японская. Это Бомбардье. Французская. Помогали им еще Альстон. Которая по-моему испанская. И Сименс. Германия. То есть весь концерн. Весь опыт создания скоростных поездов. Он был здесь применен. В этих поездах. Поезда полностью китайские. Они полностью собираются в Китай. На тестах этого поезда его прогнали 600 тысяч километров. Ну, прежде чем он вышел на линию, 600 тысяч он за тестом прошел. Опотребляемая мощность у этого поезда 16 мегаватт. Вообще он где-то кочегарит почти 400. Но есть такая, я вот читал вчера на Википедии, есть такая тема, что на самом деле французские поезда, которые тоже могут ехать быстро, они не ездят так быстро, потому что в какой-то момент начинается гораздо большее потребление энергии. Типа там после 300, типа 60 с чем-то. Ну так пишут. То есть 320-350 считается оптимальным по потреблению энергии. Потом резко какой-то скачок происходит. И это уже очень дорого, потому что приходится делать билеты дороже. Что-то как-то тут тесновато. У тебя есть чай? Ход, ход. У тебя есть чай, а у тебя есть чай. А? Да ладно, и это все? Это весь ресторан в 20-вагонном поезде. В 16-ти вагонном. Ну да, дальше вообще ничего нет. Обычный канал. Но вот это какой-то минус. У нас Сапсаня пришел, сел, чаек и ход. Как-то комфортно. Траста проходит через 21 город. И даже на платформах, которые мы проезжаем, этот поезд не избавляет ход. Даже платформы в городах он проезжает со скоростью 350 км в час. И есть первый класс, который стоит 16 тысяч рублей в одну сторону. Спасибо. Там все красиво. Да. Китайская элита путешествует. Всего один вагон такой, и там немножко там типа 7 кресел. Основная часть это эконом и немножко первого класса. Ребята, что хочется сказать. Короткая поездка, 4 часа. Вроде бы быстрый поезд, обычное сидение. Но вот один раз так прокатишься и понимаешь кучу каких-то вот вещей. 4,5 часа. 1300 км. 22 тысячи таких вот дорог у них уже по всей стране. И 104 поезд. 5 тысяч рублей стоил наш билет. 8 тысяч у них стоит первый класс. И 16 тысяч стоит бизнес-класс. Кстати, первый класс, вернее, билетов туда не было вообще. Но 5 тысяч рублей и 1300 км за 4,5 часа. Самый быстрый регулярный поезд в мире. Спасибо, что посмотрели. Почитаем ваши комментарии. Увидимся. Пока.